Я сидел и читаю, что это место, вот тут было прям много мыслей. Ты не про тебя думаешь. Я думал, что кому надо, где-то куда заходить. Паскорит говорит, что ты вообще историю израиля знаешь. Знаешь, когда Иисус писал это место писания, я тебя жил в его уявлении. Вот она думает, дверь, да я там дверь. А я думаю, стоп, это про какие двери и Господи уходит. Я понял, там говорится про мою душу. Зайди в душу свою и закрой двери. То, кто выйдет суеты, зайди в мутерский и закрой двери для советы. Тобто вытянет дырку. Детей, все эти убиты, кешью, тесте, улицу. Не надо, выкиньте с этой комнаты. А зайди и в тайну. Побудда. Что такое тайна? Это закрытое, непонятно, незрозумимое в мире. И Бог через это начнет давать явные вещи. Понимаете? Вы знаете, что мы живем в двух святах. Есть духовный свят, физический свят и, оказывается, есть еще и душевный свят. Почему борьбайте за душами и свят? За что я могу говорить? За ваше тело? За ваш дух? Не. За вашей душой. Иисус за что сражался? За ваше тело? Не. Он не может починяться. Не. Он не может починяться. Он не может починяться. Опять же за вашу душу. Почему? Потому что душа – это и есть вы сами. С вашими чувствами, эмоциями и переживаниями. Скажи, когда Бог творил мне проекцию. Уявите, что Бог спроектировал себя на землю. На небе. Иисус – это что на земле? Тело. Слово Божия говорит, что Иисус – это тело Божие, которое было проявлено до Христа. Дух святый – это что? Мой человеческий. А отец – это что? Это моя душа. А в ком на небе все сокрыто. Вот это. Отец – источник любви. Отец – источник радости. Отец – источник чистоты. Отец. 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 Иисус, потому что Он посланный, потому что Он неосъединенный, потому что Он не грязный, потому что Он разжурный от Бога. И Господь хочет поместить сюда еще все это явление. Если ты думал, какой ты мой физический сил, духовный сил, чтобы тебе руки завернули в Бог, а ты сейчас развиваешься в Боге. Меня будет словом зацепить. Не право, не знаю, не таким. Та ты чуешь, я тебе. А ты его на самом деле. А ты его делаешь, я его делаю, я его делаю, я его делаю. Я его делаю, я его делаю, я его делаю, я его делаю. А я тебе Иисус выдержал. Господи, скажи, не надо ничего уйти. У Него стан души не такие. У Него стан души, напитанной Богом, чистотой. И хотя все, что за Него выдержали, просто тоннуло, тоннуло. Ой, Боже, Боже, тяжело это писать мне. Прожидаем. Наконец-то тебе пришло. Что не надо сражаться со злом. Не надо стрелять. Не надо стрелять. Не надо стрелять. До этого я встал батюшку Бухаризвод. Понимаете, научилась боевая? Бесы, стрелять мизде, стрелять. Два дорогих связных направлять пачками пекла. Господи, когда расслабься, там, где свитло, я не могу. Прибрати свою душу в свитло Божие. В свитло, яке уже есть Иисус. Вы знаете, сработа. Я с этим вообще не могу. Я просто наслаждаюсь Богом. И я заметил, что на свитло мы начали лететь. Наклявки. Люди, которые нужны помощи. Их не надо шукать. И Господи, ты принадлежа на твою свитло. Иди в автобусе. У меня было такое время. Я их смечиваю, извиняюсь Рудки. Потому что, когда мне сказали, что водя мне ездят до дома. Потому что я не говорю, 30 км. И ему надо было два раза пересидать. И это 300 км. На одном боксере и на другом. И это я ходил в воде. И это вообще служение. Я в служении. Я все вокруг меня. Тип, тип, тип. Батюшка скажи, батюшка расскажи. Батюшка помолись. И я прямо в ближайшее заведение молился. Я их консультировал. Потому что я тебя питала, что это свитло. Я питала Бога, как это свитло? В чем ты свитло? И он мне сказал, что ты станешь чистым. И до тебя родятся люди, которые все еще в свитле нечистые. Чисто для меня в эту службу. Прийди до меня. Это святец святый. Я хочу сказать вам сейчас, что не надо вам куда-то бегать. Не надо хопаться. Не надо мешать. А просто прийти до Господа и сказать. Иисус утомился. Утомился от того же состояния, что мне делается внутри. Потому что вы делаете своим состоянием. Рани, обиды. Те, что вас унижали. Те, что вас унижали. Те, что вас неделюбили в детстве. Такие родители. Те, что вас, может быть, покинули. Оставили. Забули. Решали свои вопросы. Хтось за моклью. Хтось за щазок. Дети им не надо. И это все у вас будет дома. Вы приходите в церковь. Иначе все добре. Свои покрыли. Вы ходите на улицу. Диавол начинает все это. Понимай. Всем этим манипулировать. Всем этим. Вы знаете, что диавола власти и силы немало. Аминь. Запомнить. Власти и силы немало. Аминь. Иисус забрал. Запомните раз и навсегда. Но. Вин умеет манипулировать вашим вставленным душем. Вашими эмоциями. Вашими чувствами. Вашими переживаниями. И Вин тем играется. Знаете, я потом играется в игру на компьютере. И Вин знает, где нажать. Где отпустить. Я всегда. У меня такое духовное ведение. Я отримал. Я не могу. Духовное. Он духовное. Но я его делаю физически. Где участок спины. Я часто завитрию. А вот туда. Завитрию. Оказывается. Я даже не знал. Я потом уже не связывал людей. Там идет в долю подзвоночника. Все участки нервных окончаний. Они подавят сигналы на все внутренние органы. Я почему не знал. У меня медицинское усмите не могу. Но я через... И дьявол. Я такой муку. Бачите. В полной мере. Такая черная рука. Сказано килька. Не черная. А плохая. Такая рука. И такие кильки. Знаете. Какой человек. Какая рука. Грязная. И он берет. А дальше позвоночник. И тут же цивонытки. Внутри. Разноцветные. А я не хочу быть такими разноцветными. Потому что каждый нерв зашелся твичать. И он берет. Тум-тум-тум-тум. Тум-тум-тум. Тум-тум-тум-тум. И я полностью почувствовал. Знервил себя пока. Ложи. Щоб тут лежала рука Иисуса. И дьявол. Не модулировать. Людскими чувствами. Потому что даже ваша боль. Перенесена до нас. В нас. Запоминается. В разуме. И дьявол может и не смог. Змодулировать. Цю боль. Вы снова можете пережить. И даже вас ничего не будет. А вы уже. Только вам это чувствовали. Вы не были в детстве. Не играли в такую игру. Мы были студентами. Вы раньше. Ну. Подопытом в руле касались. Какого-то. Ваши пять копеев мы брали. Нагривали на скучку. Завязывали ему очки. А до руки прикладывали холодный пять копеев. Это говорит о том, что он увидел и он несет информацию. Так и ваша душа, она всю информацию записывает, и явол ее использует, чтобы они маніфулировали. И часто говорят, как болит печенька. Врачи сделали анализ, все нормально. Болит печенька. Бо вона колись болела в детстве. И яволок, чтобы вам об этом связи. За тех, чтобы стать в церковь. За тех, чтобы искать Бога и терять им тяжелое стари симптомы. Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду. И люди начинали чуковать проблем. И века болит, болит. Вежlassen пори две минуты и вас будет проблем с печенькой. Потому что вы совы прерожите. Как вы думаете, кто вам может с этим этим справиться? Вы сами можете? Вы можете найти грабельцу, где?